Многие начали сегодня спекулировать и обманывать русскоязычных граждан нашей страны. Смотрите, усатый сел за стол с Майя Санду и так далее. Я сказал, что я сел за стол с Майя Санду, и я готов сегодня сесть за стол и обсуждать борьбу с коррупцией и уничтожение коррупции как проблемы. Проблему номер один. С теми, которые реально хотят этому не просто способствовать, а готовы это вместе со мной реализовать. Скажите, пожалуйста, как я могу сегодня сесть с Игорем Додоном и обсуждать борьбу с коррупцией, символом которой он сегодня является? Неужели вы не понимаете, что когда грабят страну, то грабят всех? Грабят не про европейских граждан, не про российских, не унионистов, не гагаузов отдельно, или болгар, или украинцев. Грабят сегодня абсолютно всех. Я горжусь тем, что я первый политик в истории страны, который согласно результату выбора в первом туре получил поддержку граждан нашей страны, которые являются гражданами абсолютно разных национальностей, говорят на разных языках. Одни работают на стройках России, другие в странах Евросоюза. Третьи в Израиле, Канаде, Соединенных Штатах Америки и других государствах. Я сделал все для того, чтобы объединить общество. Потому что, когда ты хочешь его объединить, нельзя никого пугать. Одних русскими танками, вторых европейскими, румынскими или какими-нибудь еще. Сегодня участие мое в президентских выборах, мое участие в местных выборах в 2015-2019 году, выборы, с которых меня бандитским путем сняли в поддержку Додона, это сделал Плохотнюк в 2014 году. Все это было для того, чтобы достичь цели. И как я говорил, сами принимайте решения. Никто не имеет права вами рулить или руководить. А то, что я против кулька и против коррупции, это уже знает вся страна. Всех вас обнимаю. Хорошего дня. Посмотрим, что будет 15-го. Но я знаю, что мы с вами, нас много, нас целая страна. Мы все равно победим. И мы уничтожим весь тот беспредел, который остался по наследству Плохотнюка, и который сегодня охраняет Додон.